Информационное агентство Высота 102. Коротко о главных темах дня в Волгограде и Волгоградской области. Ликбез на тему противостояния мошенникам для пенсионеров провели участковые и уполномоченные. Местные коммунисты боятся расстрела потенциального кандидата от партии в губернаторы области. На коллегии региональной прокуратуры подняли злободневные вопросы защиты прав предпринимателей. Окончательно утверждены тарифы, по которым с нового года население Волгоградской области будет платить за вывоз мусора региональному оператору. В месяц с каждого человека, постоянно проживающего в многоквартирном доме, будет взиматься 114 рублей 92 копейки, а для жителей частных домовладений сумма составит 113 рублей 25 копеек. Вопросы защиты прав предпринимателей были рассмотрены на расширенной коллегии прокуратуры Волгоградской области. Поднимались вопросы преодоления административных барьеров, законности выделения субсидий, выполнения обязательств органов власти по заключенным контрактам с предпринимателями. Наша задача это выявление тех недостатков, которые мешают нам идти вперед. Конечно, в Волгоградской области многое сделано за последнее время благодаря усилиям региональной власти. И мы все видим, что город наш и область в связи с чемпионатом вообще и похорошел, и дороги стали намного лучше, на порядок. И многие объекты прекрасные появились, значит, но в то же время при проявлении, при проведении проверок мы, значит, сталкиваемся еще с определенными моментами, которые, ну, мы считаем, что они не должны быть в нашей деятельности и, как говорится, мешают продвижению вперед. В выходящем году сотрудникам прокуратуры не раз приходилось заступаться за предпринимателей и реагировать на нарушения закона. К ответственности были привлечены сотни должностных лиц. По итогам коллегии был разработан комплекс мер, направленный на повышение эффективности работы уполномоченных органов в целях развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в регионе. Ликбез для волгоградских пенсионеров провели участковые и уполномоченные полиции. Темой занятия стали различные приемы мошенников, жертвами которых часто становятся пожилые люди. Полицейские подробно рассказали о самых распространенных схемах, которыми пользуются аферисты, и привели примеры из реальной жизни. Так, совсем недавно в тракторозаводском районе пенсионерка, поговорив по телефону с незнакомцем, лишилась более двух миллионов рублей. А в Кировском районе под видом медработников две злоумышленницы похитили у пожилой Волгоградки более 200 тысяч. Беседа вызвала у пенсионеров живой интерес. Многие конспектировали все, что говорили полицейские. А затем были заданы уточняющие вопросы. Также все участники встречи получили информационные памятки. Лидеры волгоградских коммунистов сегодня провели пресс-конференцию по итогам года. Впрочем, об итогах и результатах работы речи почти не шло. Вопросы касались планов на будущее. Журналистов интересовало, например, есть ли у коммунистов готовая кандидатура для выдвижения на предстоящих в новом году выборах губернатора Волгоградской области. Мы не желаем расстреливать наших кандидатов изначально уже в этом году. Давайте к этой теме вернемся в 2019. А кандидатура есть? Можно буквально? Правильно Тамара Петровна сказала, у нас есть несколько кандидатур, которые рассматриваются. Но сейчас объявить о том, что мы выставляем эту кандидатуру, ту или иную, это означать будет не что иное, как фальстарт. Зачем торопиться? Еще никто, ни одна партия политическая в Волгоградской области не заявила о том, кто от них будет баллотироваться на должность губернатора. Что касается достижений, то на пресс-конференции прозвучало, что в уходящем году в ряды коммунистов на территории области принято 320 человек. Центры Волгограда по мере сил и возможностей продолжают украшать к предстоящим новогодним праздникам. Сегодня праздничный наряд начала обретать елка на Аллее Героев. Работники муниципальных служб развесили красные и серебристые шары. Также вот уже который день идет подготовка площади павших борцов к народным гуляниям. Главная елка города огнями еще не сияет, но это произойдет совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова